добрый вечер здравствуйте не шутка зайка привет ребята продолжаем читать сказку часы стоим наш часики они нам тикали и помогали читать сказку прошлый раз мы остановились на том что розочка погибла и ее преданный друг жуль очень расстроился и плакал но опять у нас прервалась запись поэтому мы снова начнем эту главу которая называется жуль и оживление розы часы решили поддержать успокоить жука подошли к нему представились и сказали дорогой друг я вижу что очень любили эту розу но взгляните на этом кусте еще очень много других белых бутонов так так и совсем скоро они раскроются и наверняка они тоже будут очень нежными и красивыми так так только на этот раз не надо больше такими восхищаться и уверять что они самые красивые а то и они возгордятся и повторять такой же путь как и эта розочка и уж тем более не надо звать сюда таких же лицов чтобы участвовать в разных губительных конкурсах красоты да я понимаю что вы хотите меня утешить благодарю меня зовут жуль представился он друзья я сейчас самый несчастный жук на свете конечно я сам виноват я сам погубил мою милую розу я без конца и говорил какая она красивая за дня в день я жужжал ей об этом пока она сама не стала так думать она перестала со всеми общаться и разговаривать вы наверное заметили что вокруг этого куста почти нет других цветов это потому что она стала считать себя лучше других стала очень гордой и с ней тоже не стали общаться только я продолжал восхищаться ее красотой не обращая внимание на ее пренебрежение к себе она стала любить только себя непрестанно глядеться в зеркальце и разглядывать свои лепестки и когда все лепестки открылись она услышала об этом конкурсе красоты и о жлице и попросила меня позвать его сюда и я сам сам его привел к ней какой ужас что я наделал бедная моя розочка и он опять заплакал прижимая к себе ее часики о хотя бы на пять минут вернуть бы обратно мою прекрасную милую розочку схлипывая повторял он владик очень расстроился ему так хотелось помочь но не знал как это сделать и тут он вспомнил у меня же еще есть три ягоды волшебных только бы получилось он развернул листок с ягодами съел одну загадал желание хочу чтобы розочка ожила ах вдруг тихо сказала розочка все расступились в ожидании ожог с большой надеждой поспешил вернуть розе часики солнце полностью осветило упавшую розу и тут же появился солнечный зайчик который снова завел ее часики и на глазах у всех произошло чудо стебелек у розочки стал зеленеть укрепляться и подниматься а лепесточки розы стали расправляться и светлеть и наконец она совсем подняла голову и снова зацвела наша прекрасная розочка снова стала такой же как она и был лепестки и снова стали такими же белыми нежными и от них появился тонкий удивительно легкий чудесный аромат она снова превратилась неописуемую красавицу жуль радостно закружился вокруг ожившей розочки восторженно уже со слезами от радости жужжал как я счастлив благодарю вас вы вернули мне жизнь ах как долго я спала сказала розочка дорогой жуль как хочется пить какой страшный сон не приснился добавила она ласково глядя на жука к сожалению это был не сон ответил жук жуль если бы не они ты навсегда остался в этом страшном сне и он полетел за водой для своей розы розочка внимательно посмотрела на своих спасителей сказала здравствуйте спасибо что спасли меня от этого ужаса я очень благодарна вам я многое поняла и постараюсь измениться я никогда больше не буду участвовать в этих конкурсах не так хорошо здесь и добрый преданный жуль рядом жук быстро принес воды и напоил свою красавицу снова обрызгал ее нежные лепестки и на них вновь засверкали прекрасные бриллианты владик с грустью смотрел на всеобщую радость ведь он знал что желание исполняется только пять минут и и вскоре роза снова погибнет но прошло пять минут десять пятнадцать а роза продолжала жить и цвести почему розочка осталась жить спросил он у часов так так наверное твое желание оказалось очень добрым и важным и вероятно оно понравилось небесному царю ведь он знает и видит сердце каждого человека и знает каждое его желание и все в его власти так так я буду помнить об этом сказал владик так так нам пора в дорогу заторопились часы но очень рада что ты розочка теперь стала не только красавицей но и умницей а значит все у вас жулим будет очень хорошо напоследок сказали часы друзья попрощались жуком жулим и розочкой и пошли по следам коварного жлица следующая у нас глава новые знакомства интересно кто же там появится какие новые знакомства куку 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 из часов прокуковала кукушка уже шесть часов сказал медвежонок скоро проснется моя мама с медвежатами и начнут меня искать надо поторопиться я ведь убежал из леса когда они решили отдохнуть и уснули в ельнике а я так и не смог заснуть без сладких ягод так так а как ты узнал что сейчас шесть часов улыбнувшись спросил тик так помните он говорил что умеет считать до пяти да но теперь я до шести считать умею ведь именно столько прокуковала ваша кукушка ответил медвежонок ему белочка сказала что после пяти идет цифра шесть и он запомнил а если ты посмотришь на мои стрелки по ним ты сможешь сказать какое время они показывают спросили часы главное давайте посмотрим и толстая стрелка которую я играл стоит на цифре шесть ну-ка давайте посмотрим цифре шесть стоит эта стрелка маленькая, толстая, главное а длинная минутна цифре двенадцать вот как на шесть и на двенадцать часовая у нас на шесть стоит а длинная стрелка минутна на двенадцать Значит, сказал медвежонок, ровно шесть часов. Видите? Молодец! Похвалили часы. Только нужно уточнить, что шесть часов дня. Ведь сейчас светлое время суток, а значит, часовая стрелка делает уже второй круг. Понятно, сказал медвежонок. Ну, а ты, Владик, что скажешь? Сколько сейчас времени на моих часах? Так, стрелочка у нас здесь падает. Сейчас, говорит Владик, идет вторая половина суток. Значит, к двенадцати прибавляем сколько? Шесть, конечно, шесть. Прибавляем шесть и получается уже у нас восемнадцать часов. Правильно. Главное, важно понять, что если идет второй круг, то есть время после полудня, то нужно к двенадцати прибавить столько, сколько показывает часовая стрелка. И значит, Владик, ты это усвоил, понял, сказали часы. Мишутка, а почему ты все-таки не ходишь в лесную школу? Неожиданно просила вверх Белочка. Там же очень интересно. И вот я уже умею считать до двенадцати. Все очень просто. Потому что летом у меня каникулы, а зимой я сплю, пошутил медвежонок. Все засмеялись и немного отвлеклись от недавнего происшествия. Друзья шли туда, где была помята трава и раздвинуты цветы. Так они надеялись догнать злых мудрецов. Но как быть дальше, они еще не знали. Но вот следы на траве стали все меньшие. И скоро совсем исчезли. Друзья остановились. В недоумении, не зная, куда им теперь идти. И тут вдруг они услышали приближающийся шум и разговор. Вадик, часы медвежонок и Белочка остановились и решили подождать, чтобы увидеть, кто это сюда идет. Еще немного осталось. Давайте быстрее постарайтесь еще. Послышался чей-то настойчивый звонкий голосок. Ух, уже устали, сил больше нет, пыхтел кто-то в ответ. И вот перед друзьями выползли две гусеницы. А на спинах у них лежал согнутый большой лист подорожника. А в нем, на удивление друзей, лежало довольно много ягод малины и земляники. Все они были аккуратно перевязаны паутиной. И пчелка сверху летела и придерживала веревочку, чтобы ягоды не рассыпались. Ах, вот куда подевались ягоды! Возмущенный грозно зарычал медвежонок. Гусеницы испугались и перевернулись на бок. Паутина прорвалась, и ягоды рассыпались. Мы просто хотели, дрожжащим голосом стали оправдываться гусеницы. Великий жлец! Так-так, подожди, Михаил, зачем ты их так напугал? Остановили его часы. Давай лучше узнаем, куда это они везли ягоды. Не бойтесь! Подойдя к гусенице, тоже стал успокаивать их Владик. Просто наш Мишутка очень любит эти сладкие ягоды и очень расстроился, когда увидел, что на кусте Марины не осталось ни одной спелой ягоды. А зачем вам столько ягод и куда вы их везете? Гусеницы понемногу успокоились и начали рассказывать. Вчера на поляне мы услышали новости. Шмели летели и жужжали о том, что совсем скоро произойдет великое событие. Великий жлец заменит само Солнце. Наши часики он заменит другими и сам будет ими управлять. А всем, кто принесет ему сладкие ягоды, растущие на поляне, он даст дорогие подарки. И чем больше ягод мы принесем, тем больше будет подарков. Особенно говорили они, что Великий жлец любит маленьких детей. Для них будут особые, дорогие подарки. Поэтому мы и собрали столько много спелых ягод. Но, видимо, все другие, кто об этом слышал, уже отнесли свои собранные ягоды. Мы ведь очень медленно ползаем. Вздохнули уставшие гусеницы. А вот сейчас, вероятно, вообще уже ничего не получим. Ведь ягоды все рассыпались. А маленькая пчелка даже заплакала. Видимо, она очень хотела получить подарок. Не плачь. Подошла к ней поближе Белочка. Это обман. Этот великий жлец, великий обманщик. Серьезно сказала Белочка. И злодей. Добавила она. Давай лучше знакомиться. Я Поля. А это мои друзья. Мальчик Владик. Часы Тик-Так. А медвежонка зовут Мишка. Он хороший, добрый. Только иногда сердится, если ему что-то не нравится. Пчелка перестала плакать и представилась. Зизи. А потом спросила. А почему вы так говорите? Откуда вы знаете, что великий жлец обманщик? Толстые гусеницы тоже подползли поближе. И заинтересованно посмотрели на Белочку. Да. И мы все можем подтвердить слова Белочки. Так-так сказали часы. И друзья рассказали историю, произошедшую у них на глазах с прекрасной розой. Мы сейчас как раз идем найти этого жлеца. Чтобы остановить его замыслы. Но мы не знаем, где он находится, сказали часы. А вы знаете, куда вы должны были отвезти ягоды? Да, ваш рассказ напугал нас еще больше, чем сердитый медвежонок. Какая опасность нас ожидала. А ягоды мы везли вон к тому холму. Там за ним есть канавка. Туда и нужно было принести ягоды. Но сейчас мы этого делать не будем. А вы, если хотите, кушайте, пожалуйста, кланяясь, сказали гусеницы, пятиться назад к зарослям высокой травы. Так значит и про солнце он все заврал? Спросила маленькая пчелка. Конечно. Разве может солнце не прийти к нам утром? Так-так, это невозможно, сказали часы. Но почему? Разве оно не может проспать или заболеть, или отдохнуть немного? Спросила опять пчелка Зизи. И где оно спит? Гусеницы. Тоже не торопились уползать. А заинтересованно слушали. Тут на шум к ним стали подлетать и другие насекомые. А знакомые Владику и часам желтая бабочка Мари с легким мотыльком Алексом присели рядом на цветке ромашки и тоже с интересом стали слушать. Расскажите, пожалуйста, а где же спит наше солнце? Еще раз спросила маленькая пчелка. Да-да, расскажите нам, очень интересно, подтвердила бабочка, мотылек и другие слушатели. Какие они глупенькие, засмеялся Владик. Солнце спит, ха-ха-ха, оно никогда не спит. Так-так, так может ты сам расскажешь об этом, предложили часы. Нет, нет, сразу смутился Владик. Я лучше послушаю. Ну хорошо, сказали часы. Я попробую рассказать вам о космосе. О Солнце и о нашей планете Земля. Чтобы вас уже не мог больше обмануть этот жилец. Ну все. До свидания, ребята.